Марафон посвящен на Игре Престолов. Я рисовала и все, что вам показывала, было в рамках Дома Старков. Мне просто импонируют эти товарищи и нравится такая северная тематика. Когда я посмотрела и проанализировала все, что они делают, я поняла, что достаточно бедный по принтам этот вариант и немножко расширила себе границы. Я выбрала, что это будет что-то природное, то есть это какой-то лес, какая-то зелень, какие-то цветы. Плюс ко всему это север, значит что-то морозное, подернутое вот такой вот морозной какой-то вещью и возможно какие-то ягоды, еще что-то, то есть вот такое сочетание. Потом я пошла на Пинтерест и в Пинтересте много всего накачала. Накачала какие-то готовые принты, накачала какие-то элементы, как это может смотреться, посмотрела цветовые гаммы, как это может выглядеть и как это будет сочетаться. И сделала себе вот такую вот подборку картинок. Естественно, я не буду их копировать и использовать вот прям как они есть. Это именно картинки, идеи, вдохновения, которые в дальнейшем будут использоваться. Вот, например, по одной картинке уже была сделана превьюшка. Вот эта картиночка, да, и я отрисовывала эту ежевичку. У меня уже есть наборы векторных элементов, я их сделала. Сейчас я вам их покажу. У меня файл уже тяжелый, потому что там много всего. Вот, смотрите. Соответственно, это уже запланированные принты. Вот они, набор векторных элементов. И первое, с чего я начала, самое основное, я выбрала цветовую гамму. Подобрала картинку. Давайте я покажу, как это было сделано. То есть была взята картинка. Сейчас мы заново соберем. И к этой картинке подобрала цвета. Как я подбирала цвета? Сделаю ее квадратной. Ну, скажем, 150. 150. А вот здесь расположим, сколько нам нужно оттенков. Ну, скажем, 6. 3, 4, 5, 6. На этом нарисовалось 6 прямоугольников. Ну, на нем. И теперь из картинки их буду вытаскивать. Вы можете сразу подбирать цвета понтон, если у вас это задумано. Как выбираем? Есть инструмент пипетка, который позволяет с картинки считывать цвет. То есть вот глубокий синий. Потом, скажем, какой-то малиновый. Потом что-то, какой-то всплеск голубого. Так, потом что у нас тут? Оттенок синего. Еще оттенок красненького, более яркого. И оттенок такого густо-зеленого. Возможно, он сразу не получится. Мы его сейчас подкорректируем. То есть подбирается такая цветовая гамма. И вот этот цвет тоже дадим поярче, чтобы он у нас был. После этого можно отрегулировать пропорцию цветов. Ну, то есть я понимаю, что вот этот, например, будет у меня основным. Этот будет дополнительным. А этот вообще маленький акцент. То есть сразу задаю пропорцию цвета, как будет выглядеть. То есть у меня сформировалась цветовая гамма. После этого я эту цветовую гамму сразу сохраняю в цветовых палитрах для того, чтобы с ней работать. То есть теперь все элементы, которые я буду делать, они у меня будут с этой цветовой гаммой. Да, всем привет, кто присоединился. Мы создаем сегодня принты. Еще раз повторюсь, что я показываю сейчас программу Adop Illustrator, мы в ней работаем. Потом можно будет посмотреть, запись на YouTube. Я полностью снимаю экран, чтобы вы видели вот боковые там сбоку у меня здесь и здесь панели инструментов. Не имеет смысла их вот так вот сжимать, чтобы вы смотрели. Я вам показываю то, что происходит. Вот, соответственно, мы создали эту гамму. Далее нам нужны элементы. То есть как здесь вот у меня есть уже отрисованные элементы. Видите? И из этих элементов я потом могу составлять композицию и ее делать, соответственно, рапортом. Я закрою этот файл, мы его сейчас не будем использовать. Это просто примеры. Захожу опять в свою подборку. И сейчас выберу какой-то один элемент, который будем рисовать. Хочу сразу оговориться, что я выберу сейчас достаточно, ну, такой простой элемент, чтобы мы с вами, ну, в течение часа уложились и смогли бы отрисовать его, да, потому что иногда отрисовка занимает, ну, достаточно длинное время. Я бы не хотела вас ей мучить. То есть просто показать вам принцип, а потом кому нужно, это отдельно нужно сидеть и, ну, как бы, долго разбираться. Вот такие у меня получились сушеные маки. Что я буду делать? Я буду их отрисовывать. Соответственно, мы приближаем и вектором их сейчас прорисуем эти головки. Кто у меня занимался, знает, что, в принципе, практически все удобно рисовать мышкой и перышком. Это такой основной рабочий инструмент вектора. Сейчас мы их отрисуем. У нас будут элементы для принта. Итак, друзья, если есть вопросы, вы можете их писать. Я периодически поглядываю на комментарии. А сейчас мы просто с вами прорисовываем элементы, чтобы потом из них создать композицию. Можно делать так, как делаю я. Можно создавать элементы при помощи трассировки растровых изображений, то есть это автоматический перевод из растров в вектор, но там изображения получаются не такие вкусные. Их, конечно, там еще тоже надо очень сильно дорабатывать. Поэтому здесь много техник. Можно использовать готовые уже какие-то векторные элементы, но тогда имейте в виду, что ни на какие стоки вы потом это разместить не сможете. Сейчас полномерно мы отрисуем. Здесь можно даже бороздки красивые нарисовать. Вот, смотрите, они тут есть. Чтобы. Можно рисовать по фото, как это делаю я. Можно рисовать из головы. Можно взять, вот, например, так и Мария делает, Елмаз, у нас с ней эфир был, и Екатерина делает, тоже у нее свой бренд Кейт Шаламанов, вот, можете посмотреть. Можно сначала рисовать акварель, а потом ее подгружать. То есть здесь нет единого правила, здесь очень много вариаций, которые вы можете делать, не ограничивайте себя. Рисуйте так, как надо. Я сначала всегда рисую контуры, а после этого уже буду делать заливки. Мы нарисуем сейчас, наверное, две штучки, и на этом остановимся, иначе вам придется долго смотреть, как я прорисовываю элементы. Специально решила показать это в живом времени, потому что я часто показываю видео, но они ускоренные, и практически каждое видео, которое я загружаю, которое вы смотрите на протяжении 30 секунд, на самом деле это, ну, как минимум, час работы. прелесть иллюстратора, что его можно потом корректировать, как угодно. Так, вот одна штучка у нас уже получилась, сейчас мы ее отставим. Она уже у нас есть. Так, давайте еще сейчас одну я нарисую, вот эта мне нравится, и потом вот эту еще звездочку отдельно, и можно будет уже принц собирать. Здесь зависит от четкости фотографии, здесь, видите, не очень четкая, хотя там элементы очень красивые, внутри можно много всего красиво нарисовать. Но прорисовка элементов требует времени. Я в предыдущий вот принц сидела, отрисовывала три дня. Я делала несколько заходов, и по отрисовке вот этих элементов, то есть это не так быстро. Сейчас я работаю инструментом пером. Это основа основ вектора. Как видите, простраивается такая вот векторная штука. Это очень важно. Так, теперь мы здесь сделаем углубление. То есть перед тем, как мы формируем какой-либо принт, нам нужны элементы, из которых этот принт будет состоять. Что здесь важно? Во-первых, важно рисовать элементы замкнутыми объектами. С линейными работать сложно. Если у вас есть линии, и вы потом этими линиями будете как-то фигурировать, желательно их перевести в объекты, и если вы будете загружать на стойке, то это будут обязательные условия. Не халтурить, не жалеть времени, а последовательно рисовать. Теперь сама шуршащая головка. Так. Нарисуем ей ребрышки. И мне понравились вот эти штуки, которые торчат вокруг. Я их сейчас тоже изображу. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, здесь еще такая штучка будет. Так, теперь земля. Сейчас еще ножку нарисую. Так, вот у меня второй элемент готов. И мы сейчас еще вот, вот эту я хочу штучку нарисовать и ее отдельно использовать. Так, она будет очень красивым дополнением, но я хочу ее сделать очень симметричной. Так, и еще сейчас мы добавим. Так, вот такая штучка у меня получилась. Отлично. Почти цветочек, но не совсем цветочек. Это уже в каком-то роде стилизация. Вот, получилось три элемента. То есть у нас была фотография. И по фотографии мы отрисовали три элемента. Теперь фотографию я могу отставить, она нам более не нужна. Три элемента мы тоже сейчас отставим. Создам монтажную область. Мне важно, чтобы она была правильного, четкого размера. Сейчас мы ее поправим. Так, ну давайте скажем 200 на 200. Так, вот она у меня монтажная область. Так, и на нее мы будем сейчас. Не четко показывает, потому что я вам снимаю экран. И в связи с этим немножко пикселит. Я уже говорила, что я сейчас показываю. У нас сейчас есть возможность пообщаться. Вы можете мне задать вопросы, и я на них отвечу. А вот именно как мастер-класс можно будет посмотреть запись на YouTube. То, что я делаю, я записываю на компьютере. Плюс записывается мой голос с комментариями. И вы сможете это посмотреть. И вы увидите все дополнительные вот эти панели, которые у вас, ну, облекут сейчас от экрана, к сожалению. Да, а там будет все очень четко видно. Поэтому сейчас у нас интерактив. А потом будет красивая запись, где вы сможете все посмотреть. Хорошо? Так, вот что у нас с вами сформировалось. Давайте я сейчас сделаю два варианта. Смотрите, один будет линеарным. А второй я прокрашу цветом. Мы уже создали гамму. И по этой гамме я буду сейчас заливать. То есть использую только те цвета, которые у нас уже есть. То есть можно и так, и так. Можно и линиями делать, можно и не линиями. Тут зависит от вас. Так. Угу. Ой. Угу. Угу. Он будет desen desire. Угуung. Угуung. То есть Italy. Dortис 만들 obserктировка. Гаммун. Так. Можем. То есть работает вот эту скутку вот что. Так, здесь давайте заливаем другим цветом. То есть я сейчас последовательную, но чем-то это, наверное, напоминает раскрашивание, если так смотреть. Раскрашиваю нашу с вами штучку получившуюся, ну и цветочек. Субтитры делал DimaTorzok Что у меня такое произошло? Кстати, очень многие новички таких штук пугаются. На самом деле ничего страшного не произошло, просто в Adobe Illustrator есть слои, и поменялась последовательность, да, как они располагаются. Все, больше ничего страшного не случилось. Поэтому мы это разбираем, кстати, детально на курсе. Но вот когда происходит такая штука, не надо ничего бояться. Просто вот по последовательности она оказалась чуть выше, и все. Скажем вот так. Вот такой цветочек. Вот у нас с вами получились элементы эти раскрашенные, а тени раскрашенные. Мы их сгруппируем. И будем формировать из них композицию. Давайте сначала покажу из нераскрашенных вариантов, потом покажу из раскрашенных. Допустим, мы будем все это делать на темном фоне. И начинаем. Это рапорт. Кто знаком с таким понятием? Это рапортные принты. Когда у вас есть какой-то один кусочек, в котором заключен основной мотив, и он у вас будет бесконечно повторяться. Вот это как раз оно очень сильно бликует. У меня солнышко там еще за углом. Соответственно, я сейчас буду делать вот этот самый рапорт. Буду делать его по ощущению. Ну, это вот такое ощущение есть, что он как будто бы бесконечный. То есть непонятно, где он начинается, где заканчивается. Хотя там, когда присмотришься, это все будет хорошо видно. У меня вот есть три элемента. Я могу их по-разному раскручивать, закручивать и перемещать так, как мне нравится. Чтобы они у меня были сочетанием. Опять же, можно поменять пропорцию, если она не нравится. Вот сейчас мы перешли к этапу именно формирования рапорта принта. То есть мы уже наработали элементы, и теперь их размещаем в каком-то хаотичном порядке для того, чтобы потом из них собрать принт. То есть вот этот прямоугольничек у меня будет рапортом. Здесь есть хитрости. То, что вот у меня выскакивает за край, это все нормально. Не надо этого пугаться. Мы сейчас с этим будем работать. И выравнивать, соответственно. Чтобы ничего никуда там не вылетало. То есть, ну, можно сделать что-то такого плана. А теперь сейчас я выровняю. Я сейчас делаю отражение элементов, которые вылезают сверху, снизу, с боков. Для того, чтобы потом при создании рапорта оно у меня не вылезало. Сейчас покажу, в чем фишка. Есть мастер-класс отдельный, который рассказывает об этом всем великолепии. Вот так. То есть, сейчас вот все элементы, которые где-либо вылезают, я, скажем так, дублирую. Так, и вот здесь пересечение, которое мне как раз и не нравилось. Так, и вот здесь. Так, ну, что-то у меня совсем расконнектилось. Ку-ку. Тогда продолжаю писать. Кто не успел, посмотрит в записи. Вот так, поднимаем чуть наверх. То есть, мы формируем полную композицию. Я бы еще вот сюда какой-то элементик маленький добавила. О, мы вернулись. У меня почему-то немножко отсоединилось. Я продолжаю формировать наш принтик и заполнять его элементами. У меня немного элементов, всего три штуки. В связи с этим, ну, композиция получается такая, достаточно разреженная. Но меня это не останавливает. Вот таким образом я сформировала. Видите, они там вылезают в разные стороны. Так, теперь делаем волшебный финт. Подкладываем квадратик без цвета, без контура в самый низ. Выделяем все вместе и перетягиваем в панель образцы. Все, наш принт создан. Теперь смотрите, что у меня получилось. Я заливаю сначала прямоугольничек, но потом это можно сразу будет перенести и на заливку платьем, например. Так, выбираем и заливаем. Вот, смотрите, получился наш с вами принт. Он бесконечно повторяется. Можно посмотреть, какие элементы не очень нравятся. Например, вот эти вот очень близко. Соответственно, вот они. Мы можем их поправить. И сделать так, чтобы этого не было. Так, вроде остальные элементы достаточно равномерные. Только этот нам портит картину. Соответственно, мы его сейчас поправим. Это базовый способ работы с принт-он. Он работает в любой версии программы. И вы сможете его сделать. Сейчас буду показывать более продвинутый способ. Так, а почему все равно вот эта штука осталась? Разбежались. И видите, что я говорила по поводу бесшовности? То есть, по сути, конечно же, рапорт есть. Его можно увидеть глазом. Но так вот ощущение какого-то прямоугольника не возникает. Плюс ко всему, можно его еще скосить дополнительно. Например, повернуть там под 45 градусов. И таким образом вообще будет вот сбитый рисунок. И будет непонятно, где начало, где конец, как это все распределяется. В Adobe Illustrator есть еще одна замечательная функция. Ее, в принципе, на производстве часто употребляют, когда вы берете какой-то принт. И потом к этому принту прокрашиваете другие цветовые сочетания. Ну, во-первых, можно поменять цвета местами, да. То есть, сделать там темный фон, светлый фон. Вот у нас уже два принта получилось. Они как бы одинаковые, но они разные. Можем цветовую гамму поменять. Я не просто так формировала цветовую гамму. Из этой цветовой гаммы мы можем вытащить что-то интересное. И уже смотреть, как он будет реагировать. Поскольку здесь у меня он двухцветный, да, цвет контура и цвет фона, оно как бы, ну, не настолько интересно получается. Давайте теперь попробуем с цветом сделать то же самое. Вот у меня есть другие ребята, они уже в цвете. Сейчас мы этих попросим потесниться. Благодарю. И из этих ребяток соберем композицию. Можно, кстати, собрать вот из таких элементов композицию, которая потом будет иметь, ну, какую-то геометричность. Давайте покажу, как это делается. Мы можем их, например, раззеркалить. Таким образом получим симметричный мотив. Вот это можно пока отставить. Все вот эти, хочу кусочки. перекрасить. Мне они не нравятся. Ну, скажем. Вот так. Угу. И что мы теперь можем сделать? Можем точно так же их затащить в панельку и открыть дополнительные настройки. И это вот уже панель узоров. Она работает с версией CS6. Здесь есть дополнительные настройки. Во-первых, мы их можем расположить кирпичиками. Видите, какая произошла штука? Штука. То есть они у нас были сеткой. То есть, ну, как вот шашечка идет в тетрадке. А может она быть кирпичиками. Может там кирпичик со столбцами быть. Может быть шестиугольник со столбцами. То есть, и каждый раз получается разная композиция. Вы можете выбрать, ну, соответственно, тот вариант, который вам больше подходит. Здесь есть еще дополнительные функции настройки. Вы можете дергать за точки. Смотреть, как это будет реализовываться. Насколько это будет актуально для принта. Можете их, наоборот, друг на друга как бы наводить. Можете разводить. А здесь вот эта вот большая вариативность. Программисты об этом подумали. За что им, собственно говоря, огромное спасибо. Вот. Когда вы закончили, вы говорите сохранить копию. Чтобы у вас этот узор дополнительно сохранился. И сказать готово. Соответственно, что мы теперь будем делать. Вот смотрите. Я два прямоугольничка рисую. И они у меня автоматически уже заливаются принтами. Это базовый принт. Это принт. Так. Это база. Это принт с ромбом. У меня нет у этого принта фона. Соответственно, я могу туда сейчас фон подложить. И сразу видите, как по-другому начинает смотреться принт. Да? Как он воспринимается. То есть могу сразу подобрать какой-то фон, который мне нужен. Плюс ко всему, что я могу еще делать с этим принтом. И я как раз задавала в сторис вопрос. То есть помимо того, что я его сейчас могу еще перекрасить, я могу с этим принтом поиграться несколькими вариациями. Вот смотрите. Один и тот же принт. Сейчас я его промасштабирую. Например, вот так. Сразу совсем другое восприятие. Могу его еще мельче отмасштабировать. И будет тогда ощущение вот такого классического, там, ну, блузочного принта. Например, вот так. Вот он совсем мелкий. То есть один и тот же принт, который я, вот, единственное, что с ним сделала, это поменяло ему размер. Вообще больше ничего пока не меняло. Что можно сделать еще? Имея вот такой принт, я могу ему, например, поменять направление. То есть, ну, грубо говоря, повернуть его там на 45 градусов. Он уже сразу станет по-другому. То есть так и так они воспринимаются по-разному. Конечно же, дальше я могу уже начать перебирать цветовые гаммы. То есть разработав один принт, у вас появляется возможность очень-очень по-разному с ним проиграться. Вот смотрите, я буквально вот чуть-чуть поменяла, и сразу совсем другое восприятие от принта. То есть абсолютно другое ощущение. Поменяла просто-напросто цвет. Можно поменять ему масштаб, и опять мы будем видеть другой принт. Давайте еще раз цвет попробуем. И потом уже этими принтами, которые у вас получились, вы можете легко заливать, соответственно, ваши эскизы. Вон он, видите, меняется. А я могу понять, какая гамма мне подойдет. Вот, чтобы все было видно. Все три вариации, и продолжать менять. Может быть, я светлый хочу, может быть, хочу более темный. И вот смотрите, вот поменялся. И теперь я вижу не столько вот эти пятна, которые здесь у меня светились, не столько полосочки, сколько вот эти штуки. И давайте я его сохраню. И сейчас я покажу, как вот эти три разные принта будут смотреться на нашем платье. То есть вот видите, какие штуки получились. Абсолютно разные, из одних и тех же элементов. И вот буквально это делается за секунды. От руки так у вас никогда не получится. Это специально в программе. Потом отсюда очень легко вытащить рапорт. То есть вы сможете там просто взять его и вытащить его на этот рапорт. И расписать его по цветам, по всему. При этом я специально ограничила. У меня всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего семь цветов внутри палитры. Я могла обозначить это двумя, тремя. То есть если у вас есть жесткое условие, что вы печатаете, ну вот там принты, у вас только три цвета вариации, вы можете это сделать. Так, давайте я сохраню этот файл, чтобы он у меня не потерялся, это важно. Так, принты. Прошу обратить внимание, что вот я сначала отработала на прямоугольниках, ну потому что смысл не имеет как-то отрабатывать это более сложными какими-то фигурами. То есть на прямоугольниках я смотрю, отрабатываю. Если вы хотите этот принт действительно куда-то запускать, имеет смысл сначала его распечатать даже на черно-белом принтере и посмотреть реальный его масштаб, как он будет. То есть прям пропечатать, приложить к себе и понять, тот этот размер, не тот. Так, давайте. Сейчас я открою нашу с вами очаровательную девушку, которую мы рисовали. Она у меня есть, все в рамках марафона, ничего нового я здесь не изобретаю. Сейчас я вам еще покажу, как удобно и быстро можно прокрашивать эскизы. В чем еще, вот почему я всегда прошу студентов очень внимательно смотреть на то, как они рисуют эскизы, потому что потратив немножечко больше времени на создание эскиза, работать потом с ним одно удовольствие. То, что мы уже отрисовали. Вот она моя очаровательная девушка. Здесь вот я, видите, уже заливала, но я брала эту картинку, соответственно, с фотографии. Сейчас у нас созданы авторские принты. Как передавать принты? Ну, самый банальный способ, это вы можете взять принт и просто скопировать в нужный документ. Ну, вот, например, смотрите, вот эти два, с ними сейчас проблем никаких не будет. Мы их берем, копируем вот сюда. Тут же у меня эти два принта появились в заливках. И теперь я могу взять, тоже вот быстрый способ перезаливки, его быстренько применить. И сейчас один раз мне нужно аккуратно все выбрать и залить, а потом я просто буду перезаливать. Сразу полочку, сразу спинку. Я могу повернуть на любой детали принт, могу его отмасштабировать. То есть это все делается прям вот очень быстро. Вот, я залила. То же самое, что вот я показывала. Смотрите, сейчас мы смасштабируем принт. То есть та же самая девушка. Я ее сейчас уберу на другой слой, чтобы у меня работа получалась лучше. Вот здесь слои, кстати, как раз очень здорово помогают. Так, и выделяю все детали, которые у меня с принтом. Выбираю формат масштаб. И вот смотрите, поехали. Например, я хочу, чтобы был мелкий такой принтик. И подбираю масштаб. Нет, еще мельче. Хорошо, еще мельче. То есть это вот уже работа по созданию принт. Получился такой вот ситчик откровенный. Вот он смотрится. То есть я могу посмотреть. И на таких эскизах, что еще вот интересно, вы можете отмасштабировать принт, чтобы он смотрелся как на реальном изделии. То есть он может быть у вас там в реале 10 на 10. Но и эскиз у меня небольшой по размеру. И чтобы они пропорционально смотрелись, можно сделать. А потом под низ просто подложить реально распечатанный или реального размера принт. Вот, то есть два принта. И видите, вот она эта разница. То, что я показывала в сториз. Вот я сейчас это сделала в прямом эфире, как это все перезаливается. Вот с этими принтами будет чуть больше проблем, потому что что я сделала? У меня у них нет фона. И сейчас я сделаю так, чтобы у меня у них появился фон. Соответственно, я его вытащу. Там уже есть прямоугольник, который создает мне этот рапорт. Так, Ctrl-C, Ctrl-B. Так, Ctrl-C, Ctrl-B. Вот, сейчас мы его создадим, заливку проверим. Да, встал. И эти точно так же. То есть можно сначала сформировать рапорт, а потом вытащить этот рапорт, поправить и потом его использовать в заливках. Ctrl-C, Ctrl-B. Так. Проверяем. Да, все верно. И последний. Темно-синий там, по-моему, мой фон был, да? Да. Вот они, мои три заливочки получились. И точно так же я могу их просто скопировать. Затянуть на тот документ, где у нас с вами есть принты. И поехали. Сейчас я создам две копии. Опять же, смотрите, как просто, да? То есть я копирую документ, я ничего не перерисовываю, там дополнительно никакой возни. Просто я его скопировала, грамотно распределила по слоям. Это важно. Вот это важно. Вот грамотно по слоям. На это стоит обратить внимание. На все остальное уже мелочи. Так. И теперь вот к этой девушке. Сейчас я ее сделаю покрупнее, чтобы вам ее хорошо было видно. Смотрите, прям буду подбирать принты. Будет вот живьем. Это мы сейчас рисуем авторские принты, да? Это могут быть фотографии из магазина, все что угодно. То есть оно вот так вот легко все автоматизируется. Здесь нужно подобрать масштаб сразу, потому что... То есть вот, смотрите. Например. Так. Можно еще мельче его сделать. То есть вот он оригинальный масштаб, да? Очень крупный. А вот он миленький. Здесь видно, что, да? Искривление идет. Потому что идет наклон. Давайте все-таки десяточку оставим. То есть можете еще подобрать, а как бы вы хотели, чтобы это смотрелось на изделие. Занимает это немного времени. Сразу рабочий режим. Вот. И сразу можете другие цвета посмотреть. Остановиться на том цвете, который вам больше нравится. Сразу можно, соответственно, повернуть принт, если он нужен вам под 45, например. Вот она ваша работа. Все принты, которые мы создали, вот я их пять создала, я могу их здесь провести, посмотреть, отмасштабировать, сделать. Потом вот именно для работы выпечатывают, как правило, на цветном принтере. Если нету, то на черно-белом. Берут листы. Давайте я сейчас другим зайду, тоже цветом каким-нибудь. посмотрим. Ну и эту девушку, тоже сейчас другой оттенок ей дадим, чтобы она была другая. Скажем, темно-синий. Вот. Получилось 4 девчонки. Абсолютно разного ощущения. Одно и то же платье, то есть к одной и той же конструкции вы применяете. Потом берете А4. Давайте я отсюда создам. Можно ей задать формат прям, чтобы она была А4 для печати. У меня получился горизонтальный, а мне нужна вертикаль. Вот так. Вот. И на этом листе распечатываете ваш принт. и смотрите, подходит ли он вам по масштабу, по размеру. Засекаете размер рапорта. То есть, как вам его нужно вот так масштабировать, да, насколько он меленький должен получиться в результате. Все это засекаете, все это смотрите. Выпечатывается, ну, несколько вариантов, как правило. Вот. И потом вытаскиваете этот принт, вытаскиваете этот рапорт, формируете из него в зависимости от того, что вам скажет производство. сейчас. Вот, смотрите, вот таким образом формируем рапорт. Вот он, чистый рапорт. Я его теперь могу сэкспортировать, например, в ПНГ, если производству нужно ПНГ, и дать его описание, сказать, какой он должен быть по размеру. Я могу это здесь задать. Могу задать это на компьютере. Подписать стрелочками, какого оно размера, какие цвета использованы, например, Пантон, либо сделать цветопробу. Вот. И вперед. Такие принты достаточно сложно печатать, потому что на темном фоне белый получается. Вот в обратную сторону он будет легко печататься, а вот в такую сторону тяжело. Скорее всего, вам придется на белой ткани запечатывать темным цветом. Но это уже особенности. И как подготовить документ? Уже надо спрашивать у конкретного производства. В каком формате захотят они увидеть ваше АИ, захотят они увидеть ПНГ, ПДФ. Спрашивайте у них и передаете им этот файл, с каким разрешением, если вы его будете растрировать. И запускайте в работу. Все. Вот у вас получается реально готовый файл. То есть мы с вами с самого нуля с отрисовки элемента создали элемент, создали несколько принтов. Возможно, они получились сегодня не суперхудожественные. Может быть, какие-то несогласия в этом вопросе есть. Но основной принцип я показала. Я хотела показать, как отрисовать из одного и того же мотива. Смотрите, просто линеарный. Я по-другому его расположила. Потом взяла этот мотив, расположила по-другому. Просто меняется цвет и сразу от этого принта абсолютно другое ощущение. Меняется размер, другое ощущение. На этом можно очень здорово играть. Большую роль играет изначальная задумка, изначальные элементы. И элементам желательно посвятить достаточно большое количество времени для того, чтобы они были качественные. Вот то, что я здесь прорисовывала. У меня были варианты, сейчас я вам еще покажу. Компьютер сойдет с ума от количества информации. То есть, вот смотрите, здесь у меня один и тот же мотив, но здесь, например, вот малинка нарисована. Видите, как она сплетается красиво. И образует такие вот ромбы издалека. Если их масштабировать, может быть заливкой, может быть без заливки. Малинка, которая ромбуется, у нее ромбы там выписываются, а здесь она хаотичная. А здесь она уже в заливке цветом. И абсолютно по-другому. И вот я спрашивала, был вопрос, один и тот же это принт или не один и тот же. Это один и тот же принт, просто здесь только контур, здесь единое пятно на все цвета, а здесь несколько цветов. И вот так вот по-разному они воспринимаются. Можно делать вот такие принты. Это тоже вектор. Там вот оно даже снимается, видите. вот так красиво смотрится эта ежевичка. Вот они элементы, которых у меня много нарисовано, и я могу еще здесь творить, творить и творить. То есть я посвятила достаточно много времени для создания, и единственное, с кого я успела собрать принты, это вот эта вот малинка. А на самом деле, у меня их там еще много, у меня есть и розы с морозами подернутыми, цветы. Я могу собирать, собирать, собирать много разных элементов. Потом я их могу перекрашивать в другие цвета, в другие оттенки, делать их с заливками и без. Абсолютно, абсолютно все. А вот по поводу вывода, это всегда разговаривайте с конкретной фабрикой. То есть есть общие рекомендации, да, вывести рапорт, написать его размеры, написать его цвета. Опять же, надо спросить у фабрики, какие цвета написать. Может быть, она из RGB печатает. Может быть, ей нужно эти два слоя разделить и делать отдельный цвет в одном слое, второй цвет в другом слое. То есть, или там 6 слоев, в зависимости от того, как они будут накладываться. Если они будут это делать методом накатки, у вас большой тираж. То есть, это вот вы спросите, и вам всегда ответят, как. Из хороших фабрик хорошо печатают кунжут дизайн, они делают сублимацию, они печатают из RGB, и у них прям принт, который выпечатывает, ну, принтер, который выпечатывает там в два этапа. Посмотрите, у нас с ним был прямой эфир, и они прям показывали вживую, как это все происходит. Из печати на хлопке черника принят. Очень многие их рекомендуют. У них тоже в основном цифровая печать на натуральных тканях. Хорошими красителями они не линяют, так что их рекомендуют. Вот. Вот такой у нас получился полноценный мастер-класс. По-моему, я вам показала по принтам очень-очень много всего, за исключением плейсментов, но плейсменты это уже отдельный формат. Когда мы с вами рисуем какой-то мотив, а потом, например, располагаем его на футболке. Вот, например, у меня вот эта вот полоска, она не совсем равномерная, она у меня расходится. Это тоже принт. Сзади, видите, белая. Тут ее напечатали на ткани, а потом, соответственно, раскроили. Изделия. Вот. На протяжении часа я вам все показала, все рассказала. Если кому-то интересно, у меня есть отдельный мастер-класс по бесшовным принтам. Именно им посвящены. Там разбираются два метода. Вот. Обычный, классический, который я показывала. Притом там с четким описанием, куда чего вносить, вот где я сейчас что-то такое делала, вот там это все расписано. И работа с паттерн-дженерейтор. Это специальная примочка от Adobe Illustrator, где вы создаете непосредственно эти бесшовные принты. И есть отдельный курс для тех, кто вот прям по нулям и не знает, с чего начать. Adobe Illustrator основы с нуля, то есть прям вот вы приходите, рассказываем, что это за программа, что такое растер, что такое вектор, как с этим работать, зачем это нужно, где это применяется, как установить программу, какие есть элементы, как работать с карандашом, как работать с пером. Все-все-все рассказываем, показываем, объясняем. И потом есть отдельный блок, он называется «Заливки». В этом блоке вот это все, плюс градиенты, плюс переходы цветов, плюс трассировка, там обтравочные маски, там еще куча всего. Вот. И это я вам показала только кусочек. Данный эфир подходит к концу. Вот они, курсы, про которые я говорю. Заходите на главную страницу, fvdesign.ru. Вот он, блок по заливкам, здесь можно посмотреть подробнее. И будет полностью описание того, что там внутри. То, что я рассказывала. Вот этот базовый блок и блок заливки. То есть, именно вот все-все-все это мы здесь разбираем, как это все делать. Выдаем сертификаты по окончанию. Очень такой он большой и подробный. Если так подробно вам не надо, то есть отдельный мастер-класс. Бешевные принты. И в нем как раз разбираются вот эти техники. То есть, уже вы знаете, как работать с иллюстратором, уже вы все понимаете, все делаете. Единственная ваша проблема, это вы вот немножечко бесшевные принты не можете. Они у вас там по стыкам их видны и все прочее. Вот здесь это все разбирается. Есть сейчас на него даже скидка, можете купить. На этом я заканчиваю, прощаюсь. Мастер-класс получился более чем подробный. И если есть вопросы, обязательно пишите. Все. Всем пока-пока.